Всем привет, ребята! Остров Унгудя Смешное название Архипелаг Занзибар, Танзания Продолжаем Энциклопедию по корундам Вот Я стараюсь избегать Прям каких-то совсем там формулы химические Выкладывать, да, про кистолическую решетку Грузить вас Очень сильно терминами Это кто действительно хочет получить Ну практически образование Гемолога Можете переходить на наши курсы Которые я попозже анонсирую У меня почему-то началась аллергия вчера Хотя я не пил никакого алкоголя У меня аллергия на алкоголь возникла почти год назад Вот вечером сижу, никого не трогаю Раз, нос заложила До сих пор не отложила, поэтому у меня есть небольшие проблемы Ой, стол шатается Небольшие проблемы с дикцией есть Так, сегодня несколько тем Основная тема это оптические эффекты корундов И еще несколько маленьких я их вместе собрал в кучу Первое Кристаллические формы корундов Кристаллы корунды, как правило, образуются в виде шестиугольных призм Или еще их называют бипирамиды Давайте посмотрим картинки Вот смотрите, картинка номер один Да, вот в таком виде находят, как правило, именно кристаллы То есть у нас есть акатыши, а есть кристаллы Да, вот кристаллы находят в таком виде Если вы вернетесь на прошлый август И посмотрите мое видео из Чинтебури Вот смотрите, номер один Мы там прям много находили Там эскалаторы копали, да Это Таиланд у нас Там так себе по качеству Очень сильно так себе сафиры Но тем не менее, вот номер один Вот эти кристаллы прям в больших количествах Я там руками сам перебираю И, собственно, вот вам картинка вторая Это наиболее часто встречающиеся у нас формы кристаллов Что можно сказать про кристаллы? Очень много вы задаете об этом вопросы Вот пока запуская картинки Смотрите, да, это фоточки кристалликов Симпатичных и не очень Мне очень часто пишут, что Слушай, а вот если мы купим Не огран, допустим, там За 100 долларов Мы его потом ограним И продадим за 50 тысяч Что дороже? Кристалл Что лучше? Гранить кристалл Если вот он красивый, прозрачный Яркий синий, яркий желтый Что надо делать? Выгоднее его купить и продать как кристалл? Или выгоднее его все-таки огранить И уже после огранки продать? Тут вопрос очень сложный, ребята Во-первых Если кристалл какой-то необычной формы Или наоборот идеальной совершенно формы И он хорошего цвета, красивого То это предмет коллекционирования И он часто стоит дороже Чем камень после огранки Вот если его огранить, срезать все И получится просто Ну обычный камень Как камень таких много, полно везде Ничего особенного То в данном случае, конечно Выгоднее продать кристалл коллекционерам Но кристалл, конечно же Должен быть прям, ну совсем Какой-то необычной, великолепной Классической, идеальной формы И, ну, желательно Чтобы он обладал каким-то Интересным цветом Может ли такое быть Что мы купили кристалл за долларов 100 А продали мы его Вот огранили У нас получился великолепный камень И мы его продали там за 50 тысяч долларов Ну, вы знаете, как правило, нет Потому что владелец добычи Он этим занимается уже много поколений И он шарит примерно на уровне бог Ну, уровень 80-й минимум у него Как правило, по наследствам передается Это вместе с молоком матери, как говорится И, конечно же, он когда видит кристалл Он понимает, что Да, вот этот ограниится в отличный классический Например, цвет Royal Blue Это ярко-синий, да, с уходом в темное И он будет стоить, ну, примерно вот столько Вот столько Если он сам не сильно шарит Да, ну, например, там Он какой-то нерадивый сын Владельца добычи Который нюхает кокаин И гоняет на Феррари, например Да, я таких не видел Но наверняка такие где-то есть Вот он Этот кристалл возьмет И покажет своему огранщику Огранщик должен шарить Огранщик ему скажет Слушай, ну, примерно Вот сейчас он, допустим, 50 карат От него останется хороший 8 карат Будет хороший Royal Blue Стоить он будет примерно вот столько-то То есть более-менее опытный огранщик Всегда видит камень внутри Какого-то кристалла или окатыша И, ну, к сожалению, тут чудес не бывает Если красивый, ярко-синий кристалл Продают недорого То, скорее всего, они знают Что именно вот из этой добычи Если мы его ограним, подрежем То он станет серо-голубоватым То есть он потеряет цвет Да? И, конечно же, владелец это знает И он может что угодно рассказывать Верить ему не стоит Потому что, ну, как бы Я уже с этим сталкивался много раз Поэтому Тут как повезет То есть нет вот четкого рецепта Что мы покупаем сейчас кристаллы по 100 долларов Граним, продаем по 50 тысяч Я, по крайней мере, не встречал Вот такого веселого бизнеса Я хотел бы, конечно, чтобы это было Но, к сожалению, нет Кристаллики бывают совершенно разного размера Бывают прям вот такенные Бывают как зубочистка размером Бывают очень маленькие, тоненькие И коллекционеры, в принципе, находятся На самые разные И на плохие, на хорошие Есть кристалл, который, знаете, он Допустим, у него Серединка красивенькая, целенькая А кончики у него там все В каких-то пористые, да, например Ну, вот, конечно, этот выгоднее Все срезать, выкинуть А сердцевинку, ну, центр, да Огранить и продать какой-то хороший камень Так, кристаллы у нас чаще всего Попадаются В корневых месторождениях Это когда гора Ее надо взрывать Добить кувалдами, стамесками И все-все остальное Ну, например, посмотрите Мое видео про Вьетнам, да Там мы добывали шпинель Из корневого месторождения И бывают рассыпные месторождения Напоминаю, рассыпные Это когда эти кристаллы То есть гора была размыта дождями За миллионы лет Остались эти кристаллы Потому что они твердые Но их потом еще Вода и смещение почвы Катали туда-сюда еще миллионы лет По поверхности По грунту, да И они, собственно, к сожалению Обточились в такие Не очень красивые Акатыши Но вот смотрите Вам пример Акатыша В прошлый раз я уже Вам Акатыши показывал Еще вопрос Тоже, который часто задают Когда показываю Акатыш, например Говорят, что Константин А в какую его выгодно форму Огранить, чтобы он был дороже Во-первых И кристаллы, и Акатыши Всегда огранятся в такую форму Чтобы потеря веса была Минимальной Вот, чтобы ее вообще Практически не было Не существует какой-то вот формы Где он станет Вдруг в 10 раз дороже И какой-то формы огранки Где он станет дешевле Да Цена зависит от веса Ну вот Я такое сравнение Хочу вам предложить Не знаю, насколько оно правильное У меня тут кофе со льдом Всем, кто пьет кофе За ваше здоровье, да Кто сейчас прям пьет кофе Я хочу предложить такое Сравнение Смотрите Золото Ну вот оно В крупинках В самородочках Или в слитках Ну вот Это хоть так 100 грамм Хоть так 100 грамм Оно вот И вот как ни крути Оно весит за грамм Да Если Если в камне Нет каких-то трещин Там сквозных И чего-то такого Серьезных изъянов То он Сердечко Это 10 карат Или это овал 10 карат Или это Кружок 10 карат Ну он стоит Одинаково Совершенно нет Какой-то дорогой Огранки И форма Огранки И дешевая Есть плохого качества Огранка Она Несомненно Может снизить стоимость Но опять же Последнее время Пошла такая тенденция Что кривой Криво Несимметричный Ограненный рубин Все равно стоит Миллионы долларов И от этого Никуда не деться Их продают Их покупают Если есть покупатель Значит это уже такая Тенденция и норма Да считается О проклято Деда Кофе без сахара О смотрите Лошадки Видите Туристов катают На лошадках По пляжу Это пляж Нунгви Это единственное место Насколько я знаю На Занзибаре Где можно на лошадях Скакать по волнам Чтобы брызги Летели в разные стороны В красивом красном платье Чтобы оно развивалось На 10 метров Еще за тобой И тетя такое Я знаю Очень любит Но сначала Он научится конечно Скакать Потому что Она тебя сбросит В воду И поедет дальше Вон видите Они ездить не умеют Их шагом ведут Вообще не интересно Совершенно Так С кристаллами разобрались Далее Переходим к оптическим эффектам Первый эффект Оптический У нас Астеризм Или Звездчатость Звезданутость Звездчатость Пусть будет Это когда В корунде В рубине Или софире Есть звезда Понятно Значит Какие причины У появления звезды Весь камень Или определенный участок Этого камня Ну кристалла Акаташа Не важно Да Давайте звать кристалл Не важно Должен быть Насквозь В определенном направлении Упорядочно Пронизан Определенными Нужными нам Включениями Какие эти включения Бывают Это бывают Во-первых Микроскопические Полости Ну я их зову Полые трубочки Могимол говорит Что это неправильно Надо называть полости Да То есть Это просто Включение Которое не содержит Ничего Совсем Они должны быть Обязательно Все в одну сторону Сориентированы И они должны быть Очень-очень мелкие Их не должно быть Видно Вооруженным глазом В лупу Их видно Это касается Не только полости Это касается Все включения Которые сейчас буду Описывать Вот В лупу Их должно быть Видно В микроскопах Должно быть видно Глазом Как правило Нет Потому что Они слишком Микроскопические Но их много Их должно быть Объемное количество На миллиметр Да Тогда они Создают Вот определенный Эффект Так вот Значит Во-вторых Это иглы Рутила Вот Рутил Напоминаю Это у нас Титан Да Иглы Рутила И Рутил Как правило Но не всегда Дает у нас Белый Или белесый цвет Вот Тут мне принесли Десерт Thank you very much Десерт подождет Далее То есть Это у нас уже Две причины Возникновения Эффекта звезды Или астеризма Да Так Также звезда Может быть Образована При микровключениях Ильменито И Или Гематита Это Оксиды железа И титана Вот И теперь Смотрите Вот эти Вот Четыре Причины Получается У нас Да А вот Еще Такой Важный Момент По версии Моего гемолога Что Смотрите Рутил Это у нас Иголочки Ну микроскоп Выглядит как Иголочки Да А Ильменито Гематит В виде Пластиночек Как бы Кто на курс Придет Там будем Показывать Все это Большие картинки На весь экран И рассказывать Я думаю Что это не всем Интересно И даже не всем Важно Так вот Смотрите Если присутствует Например Что-то Одно Из этих Четырех Да Одна Причина Например Только полутрубочки Или только Рутил То у нас Звезда Шесть лучей Это связано С формой Кристалла Да Вот Далее Бывает ли Четыре луча У корундов Я никогда не видел Но это не значит Что Ну скорее всего Есть исключение Из правила Которое подтверждает Правило Я никогда не видел Не читал Не слышал Но я не удивлюсь Что возможно Вон завтра найду Где-нибудь Четырехлучевой Какой-нибудь Аномальный Корунт И почему нет Это будет Очень круто Далее Если присутствуют В теле Или еще Есть такой термин Мне почему-то Он не нравится В мясе камня Мясе камня Это наши русские Гемологи Так называют Ну вот Сам кристалл Да Присутствуют Микро включение У порядочной Направленности И Допустим Рутил И Например Что еще Полые трубочки Полости Да Вот Одновременно В одном камне Сразу и то и другое То получается У нас Не шесть Звезд Не шесть лучей А Двенадцать лучей Кстати Картинок я много Заготовил Сейчас будем дальше Смотреть Там еще много Всяких аномалий Вот Бывает Что звезда Не одна Вот Бывает Что их несколько Они крутятся Это совсем редкая штука Жутко дорогая Даже двенадцать лучей Это очень дорого И редко То есть смотрите Насколько это редко Да Ну вот Вы представляете Сколько через меня Проходит черных Звездочных сафиров И вообще Ко мне В принципе Я смог себе найти И отложить Ну оставить себе Два У меня есть Черных Звездочных сафиров Которых по двенадцать лучей Почему Ну во первых Это редкость Во вторых Это красиво В третьих Я люблю всякие Я атеист Да Но я люблю Всякие приметы Когда там Шаманизм Смысл какой-то Скрытый есть Какая-то религия Что-то об этом говорила Но вот Легенды до нас Донесли Что у царя Соломона Был Звездчатый сафир С двенадцатью лучами Какого цвета Он был Непонятно Есть там Миллион разных версий Но вот Тем не менее Почти все Народности в Азии Утверждают Что если ты будешь носить Звездчатый сафир Сафир С двенадцатью лучами Это обязательно Богатство Здоровье Сила Деньги Власти И там Ну просто Вообще Все Он тебе дает Все Да Далее Что нужно сказать Что Месторождения Где добывают Только Вот все сафиры Которые там добыли Ликорунды Да Вот они все Звездчатые Такого нету Вообще нету Они Очень редко Попадаются В принципе На всех Месторождениях То есть Вот если мы тут будем копать То каждый например Там Тысячный камень Будет попадаться Нам Звездчатый И тут если мы будем копать То тоже примерно Каждый тысячный Будет Будет попадаться Нам Звездчатый То есть Вот Они есть везде Но очень-очень мало И наверное Каждый Десятитысячный Будет попадаться С двенадцатью лучами Да Может быть И того реже Но по крайней мере Я за год Перебрал Я и мои сотрудники, мы перебрали тысячи черных звездочных сафиров, из них примерно 99% мы запарковали вообще в принципе, потому что там некрасивый рисунок, они сами мутные, куча включений, трещины через весь камень идут, камень. Из того, что мы отобрали, вот, которые и рисунок красивый, и они более-менее чистые, и звезда там яркая, четкая, да, ну вот из них было, наверное, 5-6 с 12 лучами, то есть это действительно большая редкость. Так, давайте немножко с вами порисуем, я великолепно рисую, кто давно меня смотрит, уже в этом убедились, вот, сейчас я вам объясню, как нужно гранить камень, вдруг вы будете, мало ли, вот вы завтра вышли на улицу, нашли кристалл сафира, и вдруг он звездчатый, как правильно его угранить, чтобы звезда была, сейчас я покажу вам. Так, это мой великолепный рисунок, это у нас кристалл Корунда, это кристалл в разрезе, но это потом, это нам сейчас не надо. Вот смотрите, звездчатым он становится, то есть эффект звезды виден нашему глазу только в одном случае, есть его гранить вот в таком направлении, вот в таком направлении, то есть вы знаете, да, что звездчатые сафиры и рубины Корунда гранят кабошонами, вот, если мы вот так вот отрежем наш кристалл и сделаем кабошон вот такой, вот таким образом, вот тогда будет эффект астеризма, да, тут у нас появится звезда. А если мы отрежем откуда-то вот отсюда кусок, и вот, например, вот здесь у нас будет, например, тут у нас будет у кабошона низ, вот так будет вверх, да, вот, эффект будет совсем другой, это чуть попозже мы с вами обсудим. То есть вот только в этом направлении, ну и, соответственно, в этом тоже можно, в других нет, нельзя. Так, далее, со звездой вроде как разобрались, картинки сейчас будем дальше смотреть, кстати, я посмотрел первую часть, вот я сейчас снимаю, море сзади, прям лазурное, супер яркое, не знаю, слепить можно, несмотря на то, что облачность, да, сегодня. Я снимаю на 13-й айфон, смотрю потом видео, он все утягивает в серый полностью, ребята, не покупайте, если кто-то хочет купить 13-й айфон, если вы увлекаетесь фото или видео, вы замучаетесь потом вытягивать цвета, я, например, не умею этого делать, и, ну, это, конечно, очень странно, как и не так. То есть в 11-м айфоне он действительно показывал цвета натуральные, 12-й стал все утягивать в серый, 13-й еще хуже, то есть у нас, у них получается деградация качества в плане цветопередачи полнейшая идет. Вы мне там насоветовали разных телефонов других, мы сейчас проводим испытания, снимаем один и тот же камень на 13-й айфон, на 11-й, как эталон, да, и на всякие там ксиоми, и что-то вы еще там мне на это насоветовали, мы прям все пробуем в Таиланде. Там все эти телефоны в продаже есть. Так, кошачий глаз. Напоминаю, что кошачий глаз это не название камня. Вы очень часто мне пишите, что вот кошачий глаз, сколько у вас стоит, да, такой камень, кошачий глаз? Такого камня нету, ребята, это название эффекта, оптического эффекта. Этот оптический эффект встречается у многих камней, ну, например, у лунного камня, да, у изумруда он есть, и, соответственно, он есть у корундов, то есть у рубинов и у сафиров. Вот, но, кстати, вот рубин с эффектом кошачьего глаза я не видел никогда, но это не значит, что их нету. А, забыл сказать про астеризм, давайте про кошачий глаз, да, и эффект кошачьего глаза, и эффект астеризма, то есть звезды у корундов подделываются очень легко, очень много их подделывают в громадных количествах. Прямо вот в верхние слои атомов наводят его, если вот чуть-чуть полирнуть, этот эффект исчезает. А на самом деле натуральный, да, корунд, вот сколько угодно ты полируй, вообще можешь половину сполировать, он пронизывает этот эффект, весь камень насквозь полностью. И я, например, на глаз, ну, элементарно всегда отличаю, там звезда слишком яркая, слишком четкая, а при этом камень становится, если это, например, синий сафир, он становится очень характерного цвета. Я не могу вам объяснить, это если мы когда-нибудь туры будем делать, я вам вживую буду показывать, на Шиланке, например, их продают, там, по идее, ну, туристам, как правило, только их и продают. Вот, то есть подделывается. Далее, чем вызван этот эффект кошачьего глаза? Все то же самое, те же самые четыре компонента у нас, но всего лишь нужно кристалл огранить с другой стороны, сейчас покажу вам с какой стороны. И получается, что если один и тот же кристалл огранить вот сверху, это будет звездчатый, да, сафир у нас. Если его огранить сбоку, в принципе, можно не рисовать, да, вот смотрите, кристалл, помните, я нарисовал сбоку, мне просто неохота сейчас камеру из штатив вынимать. Вот если сверху звездчатый, если вот у нас ось кристалл проходит, вот отсюда огранить, будет кошачий глаз, но он получается практически никогда. Да, вот, то есть мой огранщик говорит, что он много раз пробовал, он брал, вот он гранил сверху по оси кристалл, да, видя, что там есть нужные включения. Ну, допустим, или рутил, или полости, или что-то еще из тех четырех, которые мы перечислили, получается, у нас очень яркая, четкая звезда в корунге. Он такой, ага, сейчас я получу кошачий глаз. Кошачий глаз намного реже встречается, значительно, в тысячи раз, и он, соответственно, дороже. Он берет этот же кусочек этого же кристалла, гранит сбоку, а там ничего не получается. То есть расположение, получается, направление включений упорядоченных вот этих вот, если взять другое, то должен получиться эффект кошачьего глаза. Но, видимо, не хватает, допустим, количества этих включений. Вот для звездчатого, для эффекта стеризма достаточно, а для эффекта кошачьего глаза недостаточно. Их должно быть там больше, или, наоборот, меньше, или они должны быть в другом количестве, в другом сочетании, которое встречается значительно реже. Поэтому эффект кошачьего глаза у корунтов это крайне редкая штука. Я собрал картинки, сейчас будем смотреть дальше. Я всего их видел, знаете, там 5-6 вообще. Например, у тайских черных звездчатых он вообще не встречается совсем. То есть его просто нету. Если он когда-то встретится, вдруг, это будет стоить очень дорого. Вот получается, что включение там не в той форме, не в том количестве, в котором нужно, чтобы появился эффект кошачьего глаза. Как правило, даже если есть какой-то мутный, бледный эффект кошачьего глаза в корунде, и корунцам некрасивый, и кошачий глаз тот некрасивый, он стоит громадных денег. Ну, там, десятки тысяч долларов, там, 20, 30, 50, 60, 200 тысяч. И мне показывали такие, я, ну, смотрел, как бы, и вообще не понимал, за что такие деньги. Оказывается, просто вот за редкость коллекционеры покупают. Так, с этим разобрались, с кошачьим глазом. Вы, все, что вам непонятно, если есть вопросы, вы пишите в комментариях, как к первой части. Да, мы потом устроим ответы на вопросы. Так, следующий оптический эффект. Смотрите, это александритовый эффект. В чем он заключается? Это когда камень при разном освещении дает разный цвет или оттенок. Да, например, на улице он будет у нас зеленый, ярко. А, например, пришел я домой, включил желтую лампочку. Бывают лампочки ярко-желтые, да, не белые, прям совсем такие, которые в желтизну уходят. Или я зажег костер дома, или свечи, или камин, или там факела какие-нибудь. Мало ли, может, я живу в Сыневеком замке. Он у меня стал вдруг ярко-красный. Или, например, там с фиолетового в синий, да, или с синего в розовый. То есть, вот это, собственно, называется реверс, когда смена цвета, да. И этот эффект, он называется александритовым эффектом. Есть ряд камней, которые, у которых встречается, редко всегда встречается, этот эффект. Видео про александрит я записывал, прикрепляю, смотрите, кто не смотрел. Так вот, у корундов тоже этот эффект есть. Он встречается супер-мега-редко. Связан он всегда с присутствием таких металлов, как хром и ванадий в камне. По отдельности или их сочетание в разных количествах, да, присутствии их, оно всегда, оно вызывает, собственно, александритовый эффект. И вот, знаете, я сколько раз, ну, вы понимаете, что через мои руки прошли тысячи корундов, да. На Шри-Ланке, в Бирме, мне показывали такие там, иди сюда. Я подхожу, он говорит, сейчас тебе что-то покажу, просто ты сразу отъедешь от счастья, от восторга вообще. Говорю, показывай. Показывает мне, значит, такой, знаете, серый, бледно-голубоватый какой-то сафир, невзрачный, вообще совершенно некрасивый. Ну, вот такой вот цвет, как небо сейчас, да. И такой, говорит, смотри, это безумно великолепно. И, значит, светит желтым фонариком на него, ярким, у них есть специальные эти фонарики с собой. И он становится, знаете, такой серо-бледно-чуть-чуть фиолетоватый. Я такой, и что? Он такой, ты что, это же александритовый эффект. Я говорю, ну, то есть, он получается и при дневном свете он некрасивый, и при желтом свете он некрасивый, и так, и так. Он вообще в любом варианте он некрасивый. Я говорю, а сколько стоит? Он там, как называют мне цифры, там, знаете, там, 200 тысяч долларов. Я там, за что? Блин, ну, вот какая-то хрень, он на булыжник похож вообще. Это потому, что александритовый эффект. Я, если честно, вообще не понимал смысла, и я был уверен до недавнего времени, что александритовый эффект у корундов, это какая-то штука, которая только для коллекционеров, которые вот прям фанаты, знаете, такие там, значит, они понимают, там, какую-то скрытую видят в этом красоту, потому что, ну, на мой взгляд, ничего красивого в этом нету. И за что такие деньги, я никогда понять не мог. Ну вот, за всю мою практику, больше 10 лет, недавно совсем, буквально месяц назад, в мою мастерскую понесли Сафир с супер-мега-ярким александритовым эффектом. У него очень крутой реверс. Сейчас дальше будем рассматривать картинки, я вам покажу. Возможно, это единственный на мою жизнь, больше в этой жизни я его и не встречу. То есть, хороший александритовый эффект, красивый у корундов, это очень редко, это всегда очень дорого. Так, смотрите, на данный момент с оптическими эффектами у корундов, которые зафиксированы по науке и описаны именно как оптические эффекты, мы закончили. Да, вот, есть оптические эффекты, которые мы о них часто говорим, да, вот, но по науке они не являются по гемологии оптическими эффектами, но о них многие продавцы, покупатели, владельцы говорят. Поэтому давайте вот это тоже все обсудим. Как это по науке называется, правильно, не знаю. Вот, первое. Это неоновый эффект. Я очень часто использую такой термин, да, что, посмотрите, в этом камне присутствует неоновость, неоновый эффект и все-все остальное. Что это такое? Это когда в пасмурную погоду, в полумраке, вот как сейчас, да, я сижу, ну, у меня тут совсем пасмурно, я достаю, например, сафир или гранат. У меня, кстати, именно такой сафир есть. А он в пасмурную погоду сейчас будет прям гореть, светиться, и он выдает, казалось бы, света больше, чем в него попадает, да. Хотя, конечно, по законам физики такого быть не может. То есть это именно что эффект такой. Ну вот, ни одна лаборатория не ставит в сертификат, что в камне присутствует неоновый эффект, его невозможно измерить, нет каких-то вот четких маркеров у него, что вот тут он есть, тут его нету, да. Единственное, что мы знаем, что его, конечно же, дают металлы этот неоновый эффект. Вот, это все. Вот он, 10 мы положили, например, сафиров. У одного он может быть, у другого нет. Хотя они, в принципе, даже, возможно, с одного кристалла вообще гранены. Вот в этой зоне металла было чуть больше, чем вот в этой, да. И вот он получился здесь неоновый. Это, конечно же, всегда несомненный плюс к цене. Но, опять же, вы знаете, как и все натуральные камни, неоновый, как цвета всех натуральных камней, да, их реакция на свет неоновый эффект, он непредсказуемый. Бывает, что он дома горит под лампочкой, по которой остальные камни не горят, под которой, да, что он горит в пасмурную погоду, совсем когда тучи, молнии там, ну, небо черное, он смотришь, а он горит. А, например, в яркую солнечную погоду он не горит. То есть невозможно предсказать, при каком погоде, при каком интенсивности, при какой интенсивности освещения он появится, когда исчезнет. Но, тем не менее, тоже такая штука интересная. Это больше, знаете, такой романтический термин для продавцов, покупателей, коллекционеров и пользователей, да. Ну, например, вы знаете, что есть названия цветов, такие романтические, да, там, королевский синий, васильковый, павлин, глубинная кровь. Многие лаборатории просто не имеют в своей цветовой шкале таких цветов, например, на королевский синий или на интенсивный васильковый. Они напишут, там, синий и все. То есть это больше такие бизнес-термины, или я бы даже, знаете, как сказал, что это термины из сферы искусства, потому что камни, несомненно, конечно же, это искусство. Так, неоновый эффект, разобрались. Есть вопросы, пишите. Так, вот, зоны роста, очень люблю эту тему, потому что люблю, собственно, черные звездочные сапфиры. Вот. Значит, что такое зоны роста? Кристалл. Какие-то росли очень медленно, да, какие-то быстро, медленно потом остывали. Это все мы проходили, будем еще проходить, но в процессе роста кристалла менялись какие-то геологические условия, менялась скорость роста и менялось количество хромофоров, которые туда попадали, да. И получается, что хромофоры в разных количествах оседали вдоль зон роста. Поэтому у нас получился такой очень симпатичный эффект, когда в камне есть прожилки. Вот, сначала идет прожилка, ну, например, берем синий, да, светло-синенькая, потом темно-синенькая, потом светло-синенькая, потом темно-синенькая. Это что такое? Это металл, который является хромофором или металлы. И в данном коруде они вот неравномерно легли у нас вдоль зон роста, да. Во-первых, это тоже подделывается. Всегда и уже, к сожалению, не сложно. Поэтому на глаз, вот, если смотришь, там, 10 лет назад я смотрел, ага, зона роста есть, или зонирование еще называется, да, значит, не подделка точно. Сейчас уже все, это ничего не значит. Вот, во-вторых, как присутствие зон роста влияет на стоимость? Очень по-разному, ребята. То есть, во-первых, это зависит от покупателя. Кто-то говорит, Константин, найдите мне, пожалуйста, Сафир Роял Блю, и я хочу, чтобы там были красивые, ярко выраженные зоны роста. А кто-то говорит, категорически против, как можно более чистый и прозрачный, да. Например, в черных звездных Сафирах красивые зоны роста, это всегда плюс к цене. Вы сами это понимаете. Почему? Потому что там вот эти вот волшебные космические узоры, залипательные, да, от которых невозможно оторваться. А Корундов, где зоны роста вообще не фиксируются совсем, ну, их практически не бывает. Вот, ну, наверное, есть какая-то часть рубинов, где их невозможно обнаружить. В Сафирах, я думаю, что почти во всех их всегда можно увидеть. Если их не видно глазами, то их все равно видно в микроскоп или в УПУ. Обязательно. Есть какие-то включения, которые вдоль этого шестигранника обязательно лягут. Так, про зоны роста. Давайте вам немножко сейчас покажу, почему они бывают в камне разные. Почему бывает, сейчас будем рассматривать камни. Бывает, что на угол, да, идет, вот, рисунок так, а потом изгибается. А бывает просто ровный. Я специально подготовил примеры такие и такие. Сейчас покажу вам, от чего это зависит. Так, во-первых, смотрите, вот у нас, я не показал, мне лень было снимать, да, со штатива. Это у нас звездчатый эффект, эффект звезды, да. А если гранить вот в этом направлении, вырезать, сделать кабошон вот в такой направленности, то, возможно, есть шанс, что тут будет эффект кошачьего глаза. С этим понятно, разобрались. Далее, смотрите, мы взяли этот кристалл и вот так вот его разрезали поперечно. Вырезали кусочек, ну, мысленно, да. Вот. И у нас получается вот такая штука, то есть срез. Ну, вот он дальше, допустим, так уходит кристалл. Понятно. Ой, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Так, придавили. Так вот, почему рисунок в звездчатом сафире бывает разный? Вот это вот у нас зональность или зона роста. Хромофоры или, например, в случае с звездчатыми сафирами рутил, да, они легли вдоль вот, кристалликами, иглами, пластиночками, пучками, неважно. И вот смотрите, мы можем огранить, например, то есть понятно, что целый кристалл скорее всего будут огранить вот целиком, да, то есть какой-то большой камень будет. И у меня есть, например, черный звездчатый сафир, где вот такой рисунок, то есть его огранили вот так. Да? Вот. Но, как правило, к сожалению, кристаллы под давлением почвы разрушаются, вот он разрушился на куски, и смотрите, что получается. У нас будет такой пример, вот его огранили вот так. И он тогда будет просто полосатеньким. А другой огранили вот так. И в нем будет вот такой красивый угол. Мне пишите вы часто, что это эмблема Сбербанка. Я не знаю, к сожалению, как она выглядит, но, наверное, вы правы. Раз пишите так, может быть, например, что огранили таким образом, вот так вот, да, тогда в нем будет два излома. Вот здесь и здесь тоже красиво. Ну, в принципе, в любом случае, вот для меня это все очень красиво. Так, вернемся обратно. Так, и перед просмотром картиночек моих любимых последний такой момент, но это не оптический эффект, это, наверное, это включение, это вид включений. Вот, есть ряд камней, которые имеют форму включения, которые называются трапичи, вот есть трапичи изумруды, и в Бирме есть, было, правильно сказать, было, такое месторождение, называлось оно Монг-Су, там добывали довольно интересные рубины, они интересны нам в двух ситуациях. Первое, смотрите картинку, то есть, это что такое? Это, по сути, включение застыли, ну, то есть, застыли, они расположились, не застыли, правильно, а расположились в форме звезды, да, это видимые невооруженным глазом включения, которые не меняют свое положение, как ты камень не крути, вот, они там просто застыли, звезда будет крутиться вместе с камнем, ее видно при любом освещении, там, тусклое, допустим, недостаточное света, яркий свет, то есть, это штука, которая не является оптическим эффектом, это форма включения именно. Вот, собственно, почему именно так расположены включения, именно в такой форме, шесть лучей, да, это, если вам интересно, на курсы, сейчас слишком долго и сложно, и занудно, если я об этом буду рассказывать, и второй момент, по которому нам интересны эти рубины или корунды из Бирмы, из месторождения Монг-Су, это единственное месторождение, где на потоке серийно добывались рубины, в центре которых, кристаллы, да, в центре которых были синие сапфировые включения, ну, возможно, я с точки зрения гемологии сейчас неправильно говорю, что это был розовый корунт с синими включениями внутри, и вы представляете, ну, довольно обидная ситуация, ну, во-первых, они были очень сильно трещиноваты, то есть, они содержали много-много трещин, да, но, все равно ситуация обидная и интересная, получается, что общественность была не готова, вот сейчас, представьте, я бы вам показал рубин, а в нем внутри, значит, частично сафир, да, ну, красота, редкость, дорого, богато, необычно, ого-го, можно там название придумать романтическое, целый, вывести как бренд, да, новый, ну, вот, тогда берманцы посмотрели, посмотрели, такие, так, ну, все покупают или синие сафиры, или красные рубины, а это какая-то хрень, ни туда, ни сюда, что делать, и они очень долго вообще им применение не могли найти, потом они их очень долго, интенсивно, меняя условия, температуру, компонент, они их грели, заливали, облагораживали, диффузировали, и в конце концов они подобрали метод, как сделать так, чтобы синие оттуда исчезли, ну, то есть, это, конечно, теперь, и они вот эти все уникальные камни, они все погрели так, что синева оттуда исчезла, они стали просто некрасивые, розовые, трещиноватые, и чтобы хоть как-то их продать, видите, получается, причем это было недавно, это месторождение открыли в 2009 году, ну, вот, как-то странно, да, то есть, казалось бы, вам в руки попало что-то уникальное, чего больше нигде в мире не добывают, зарабатывайте деньги, выведите, на рынок, то есть, это прям пособие по бизнесу, как бизнес строить не нужно, они взяли что-то необычное и подогнали его под некрасивое обычное, это все равно, что, представьте, черный, черный, звездочный сафиры на самом деле добывают, например, и на Шри-Ланке, и в Бирме, и в Кении, вот я знаю, да, и в Танзании, но рисунок, там рисунка нету, он просто черный, сейчас у меня будет, кстати, пример, ну, и он некрасивый, неинтересный совсем, но, как бы, его знают как товар, да, и вот тайцы такие сели бы, так, ребята, надо проводить эксперименты, чтобы вот этот вот рутил, который создает необычные рисунки, чтобы он исчез, и наши черные, звездочные сафиры с рисунком, стали без рисунка, тогда всем будет понятно, что это такое, и их тогда все будут покупать, ну, вот, примерно такая штука, они бы грели их, пока рутил там не расплавится, и не испарится, не исчезнет куда-нибудь, так, проверяю по шпаргалке, вроде все, что я хотел на сегодня сказать, давайте смотреть картинки с моими комментариями, у меня очень плохой интернет, я, знаете, там, понатмечал, нажал загрузить, какие-то загрузились раньше, какие-то позже, поэтому они неупорядоченные, ну, допустим, у меня нет подборки, только звезды сначала, потом только кошачий глаз, у меня все подряд, перемешку, ну, я думаю, вы меня простите, ничего страшного, и так, у меня была кофейная пауза, смотрим камни, видосики смотрим, номер один, это прям, совсем даркоманская штука, помните, я говорил, что есть корунды звездчатые, где несколько звезд, вот, это как раз он самый, я могу часами залипать, причем, смотрите, ребята, это не корунд, это вообще топаз, вот, он такой уникальный, и вот он мне попался, я извиняюсь за ногти ограничика, ничего с этим не сделать, ему удобнее так работать, и как бы, ну, вот, я не могу ему приказать, он работает так, как ему удобнее, потому что он талантливый, я ему разрешаю иметь такие ногти, вот, смотрите, второй видосик, да, то есть, тут несколько звезд, у корундов бывает точно так же, но, у меня, к сожалению, видео именно корунда, в котором несколько звезд, да, нету, то есть, это у нас второе видео, очень залипательная штука, я даже не представляю, сколько будет стоить корунд, вот, с такими, многозвездщитый, так, дальше смотрим, видео номер три, значит, смотрите, здесь как раз, черный звездщитый сапфир, насколько я помню, я его оставил себе, возможно, продали, он скорее всего, я, по крайней мере, я хотел его оставить себе, и скорее всего оставил, здесь одна звезда, все стандартно, но я почему показываю, видите, здесь как раз, линии, то есть, здесь не на угол, не угол, да, прямо именно линии, то есть, вы теперь понимаете, с какой части кристалла его выточили, и почему именно рисунок, вот, почему рисунок именно вот такой, номер четыре, это у нас корунд, это у нас сапфир, здесь две звезды, ну, видите, они расположены очень близко друг к другу, и получается такая сдвоенная звезда, вроде как она одна, ну, вроде их две, и лучей вроде и шесть, вроде и двенадцать, ну, вот, как бы, на самом деле, здесь две звезды, по гемологии, то есть, здесь две шести лучевых, шести лучевых звезды, их центры немножко смещены друг от друга, номер пять, мне очень понравился этот камень, он у нас есть в камнях недели, там на поверхности такие пятнышки, как в мятинке, это включение, то есть, это ни трещины, ни сколы, и посмотрите, во-первых, очень четкая, яркая звезда, во-вторых, посмотрите, рутил тут, вот белесый такой, да, это рутил, рутил дает, конечно, уникальный рисунок, на который, как мазки, как будто бы художник что-то рисовал, да, и сделал такие, нанес мазки нежные, и вот так все оставил, недорисованная картина, как раз у нас вырезана практически из центра кристалла, после моих художеств, вы теперь понимаете, о чем идет речь, номер шесть, это у нас не видосик, это у нас картиночка, тут как раз нашли, вот такой именно кристалл, да, шестигранный, и в нем, он еще отколот у него кусочек, вот смотрите, вторую картинку, тут видно, да, по рисунку, что кусочек сколотый, в нем как раз хромофор, то есть металл, который дает цвет, его, во-первых, очень мало, поэтому сам камень не синий, да, а синий только вот хромофор, его было мало, и он лег вдоль зон роста, вдоль зональности, поэтому вот чуть-чуть он подкрашен, прям вот, мне такое нравится, если бы, конечно, мне попался такой, я бы его огранил в кабошон, наверное, а может быть, просто огранил бы, и оставил бы себе навсегда, для коллекции, это, конечно, большая редкость, так, получается у нас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, номер восемь, здесь у нас синий сафир, очень хорошего цвета, я думаю, что многие лаборатории, вот этому сафиру поставят, васильковый, да, и там, посмотрите, еле-еле, но видно, зональность, да, то есть зона роста, как раз видно угол шестигранника, вот специально я подобрал, такой пример, вот смотрите, в этом случае, как бы, зональность придает такой, как бы шик такой, да, вот утонченность этому камню, и в этом случае, включение, здесь у нас, вот они белые, скорее всего, это тоже рутил, то есть титан, да, вот в этом случае, камень становится дороже, благодаря вот этому рисунку, бывает такое, ребята, что рутила настолько много, что он забивает полностью цвет камня, и его не показывает, то есть вместо синего, с белыми полосочками, как здесь, да, он становится просто полностью, совсем белесый, вообще непрозрачный, то есть, видите, когда слишком много рутила, это тоже не очень хорошо, так, следующий, не буду пересчитывать заново каждый раз, просто следующий, вот, это у нас овальный сафир, он некрасивого цвета, но вот это как раз тот самый случай, когда кристалла гранили не сверху, да, а сбоку вырезали, и он дал такой, ну, довольно ярко выжженный эффект кошачьего глаза, то есть, вот, пожалуйста, эта штука стоит очень дорого, вот, смотрите, у нас следующий, такой же, с эффектом кошачьего глаза, только кругленький, он у меня есть в камнях недели, эти оба камня лежат, или на момент выхода, из выхода этого видео, уже лежали, и проданы, у меня в мастерской, это гранил как раз мой огранчик, вот он попытался, зашел сбоку, да, и получилось, ну, вот, по ногтям, собственно, вы его, вот, можете опознать, следующий, смотрите, попался к нам в руки, вот такой странный корунт, если на него светить, прям, снизу, или сбоку, он зелененький, да, то есть, такой, зеленый сафир, причем, для сафир, этот цвет совершенно неестественный, несвойственный, сафиров такого цвета, я почти не видел, а если просто смотреть на него на улице, он такой серо-черный, с эффектом ярко выраженной звезды, то есть, это, по сути, звездочный сафир, как, извиняюсь, у меня тут ветер шатает, все, это, это, черный сафир, как тайский, да, из Чентамбурии, только, вот, у него нету, зон рост, рутила, да, или включений, которые лежат вдоль, вдоль зон рост, поэтому, без рисунка, он какой-то, ну, на мой взгляд, не очень как-то, хотя, конечно, это дело вкуса, это вот, как выглядели бы, тайский звездочный сафир, если бы там не было рисунка, но, я считаю, что он проигрывает, вообще, в разы, да, так, следующее видео, вот, это тот самый, уникальный, великолепный, сафир, который попал, в мои руки, впервые, за всю жизнь, и, может быть, больше не попадется, такого никогда, то есть, это прям супер-мега уникальный камень, это корунд, в котором присутствует сразу два оптических эффекта, то есть, первое, он, и, он, обладает очень ярким реверсом, то есть, александритовый эффект, да, вот смотрите, он и фиолетовый, и синий, он уже был у меня в камнях недели, он уже продан, он живет в Питере уже, и здесь довольно четкая, яркая звезда, то есть, это прям, ну, вот уникальный камень, он, при этом еще, оба цвета, смотрите, яркий и красивый, он сам красивый, там видны зоны роста, если вживую смотреть, на видео их не видно, и довольно четкая, яркая звезда есть, ну, прям вообще супер, камень уникальнейший, я думаю, что, если его сделать в классическом кольце, обложить бриллиантами, его запросто можно продавать через аукцион, далее, вот, пожалуйста, вам, такой синий, да, сафир, там много включений, сам по себе он кривоватый, синий, некрасивый, там, ну, эффект кошачьего глаза, я бы не сказал бы, что он какой-то прям красивущий, да, что вау, упасть не встать, но, тем не менее, вот, благодаря вот этой полосочке, камень теперь стоит дорого, и очень дорого, десятки тысяч долларов, далее, совсем некрасивая, на мой взгляд, штука, желтый, кривой сафир, его огранили, чтобы максимально сохранить вес, а не потому, что у меня огранник, огранщик, это рукожопый, да, камень весь кривой, десимметричный, в нем содержится крупный, вдоль всего, поперек всего камня, включение, вот, скорее всего, это как раз зоны роста, зональность, да, и есть, но, тем не менее, смотрите, в нем есть, ну, тоже некрасивый эффект кошачьего глаза, который, супер, мега, редкий, особенно в желтом сафире, он редкий, поэтому камень тоже будет стоить дорого, и очень дорого, несмотря на то, что он кривой, весь во включениях, некрасивый, все равно, это дорого, это дорого, ребята, просто потому, что там, вот это есть полосочка, так, следующий камень, это опять моя любовь, значит, это черный звездочный сафир из Таиланда, в котором, как раз, вот, когда его гранили, вырезали, или огранили кусочек, который отломился, вот, это как раз угол шестигранника, соответственно, тут есть тот самый, такой красивый, залипательный рисунок, я уже их много вам показывал, могу показывать еще бесконечно, мне кажется, можно сделать прямой эфир, или там, 10-часовую запись, где мы будем рассматривать, только черные звездочные сафиры, и получать удовольствие от этого, это какие-то наркотики, мне кажется, так, далее, синий, хорошего цвета сафир, тоже он продан, и вы видите, здесь, звезда довольно четко интересная, и плюс, вы здесь видите зональность, и вы понимаете, с какой части кристалла он у нас получился, то есть, как раз вот по стороне он шел, вот его со стороны длинной вырезали, то есть, здесь угла мы не наблюдаем. Так, я говорил, что зональность крайне редко встречается у рубинов, и вот как раз, это тот самый редкий случай, это рубин по сертификации, то есть, розовый рубин, ему не поставили розовый сафир, поставили розовый рубин, здесь хорошая, четкая, яркая звезда, и здесь у нас ярко выраженная, присутствует зональность, такие белесые у нас иглы, вернее, пучки игл, одну иглу мы глазом не увидим, это прям там тысячи, может быть, миллион этих игл проходит, соответственно, это рутил, он же титан, камень уникальный, по своей красоте, и он тоже уже продан. Так, вот, собственно, все, что я вам хотел показать на сегодня, это все видосики, все картинки, значит, закончили мы с этой частью энциклопедии про корунды, про драгоценные камни, пишите вопросы, внизу будем обсуждать, будем записывать, обязательно часть, есть ответы на вопросы, всем пока не болейте, вон у меня там парусники, смотрите, ходят, счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok